В фильме «Сердце Парма» снимутся Евгений Миронов и Фёдор Бондарчук. Они сыграют соответственно епископа Иону и царя Ивана Третьего. О самом важном и интересном готовы рассказать и мы. Здравствуйте! Студия Анастасия Лакман. Это новости в Верхней Камье. И вот главная тема выпуска. На волосок от трагедии. Что же на самом деле случилось на улице Ломоносова, когда спасатели эвакуировали весь дом? Он нас даже не предупреждал, как вы знаете о чем. Все жители вышли, от нас в квартиру даже не случайно предупредил. Готовились к зорнице. Кто понесет ответственность за выстрел в пятиклассницу в 14-й школе? Дисциплинарной ответственности начальнику управления образованием. И посмотреть на мир глазами подростка. Ученики третьей школы написали пьесу и поставили спектакль об отношениях отцов и детей. Еще каких-то 24 часа в вашей компании, и я официальный ребенок. Березняковская прокуратура поставила точку в деле о стрельбе в школе номер 14. Напомним, во время подготовки к зорнице пятиклассник выстрелил с винтовки в свою одноклассницу. Пуля попала ребенку в пах. Кто понесет ответственность за этот инцидент, расскажет Сергей Коленик. Зорнице вроде бы добрая традиция. Собирать и разбирать автомат за считанные секунды и метко стрелять из винтовки сегодня умеет практически каждый школьник. Эта история произошла именно во время подготовки к соревнованиям. Учитель ИБЖ выдала детям винтовки и пульки, а сама ушла. В это время один из учеников выстрелил одноклассница в пах. В Краевом министерстве образования вину свою не отрицают. Далее цитата. Учитель в это время находилась в тренерской, оставив детей без присмотра. Министерство образования и науки Пермского края считает данное поведение неприемлемым. Это грубое нарушение правил техники безопасности. Администрации школы также следовало незамедлительно вызвать скорую помощь, чего они не сделали. Конец цитаты. В Березняковской прокуратуре две недели изучали обстоятельства этого дела и сегодня результаты обнародовали. Учитель грубо нарушил технику безопасности и оставил детей одних. Скорую помощь пострадавшие не вызвали. Плюс ко всему медика в школе в этот день не было. Прокурорам города Березники вынесены представления об устранении нарушений и привлечении виновных лиц дисциплинарной ответственности начальнику управления образованием администрации города Березники, главному врачу городской больницы и директору школы. Виновные в течение месяца будут наказаны. Как решат их работодатели. А вот пулю из тела ребенка врачи доставать отказываются. Ведь она попала слишком глубоко в мягкие ткани. Риск удаления этого винородного тела и операции превышает ее целесообразность, потому что очень высокий риск повреждения рядом находящихся сосудистонервных образований. Пятиклассницу проконсультировали и в Перми. Решение светил медицины сошлось с сомнением наших врачей. Пули удалять так и не стали. Сергей Каленик, новости Верхниками. Безопасные каникулы. Инспекторы ГИБДД просят водителей не лихачить и быть предельно осторожными на дорогах. Ведь с 23 марта многие школьники будут предоставлены сами себе. Останавливают поголовно и просят быть внимательнее. Дети предупреждают, дети заигравшись могут выбежать на проезжую часть. Березняковские госавтоинспекторы переходят на усиленную службу в дни весенних каникул. Это связано с тем, что количество ДТП с детьми резко возрастает, когда школьники предоставлены сами себе. Дорожные инспекторы будут дежурить у пешеходных переходов в районе школ, детских садов и больниц. Во время проведения весенних каникул на дороге могут появиться дети. И управляя автомобилем, водителю необходимо быть предельно внимательным, так как ребенок может появиться на дороге, перебегать дорогу в неположенном месте. И необходимо следить за данной ситуацией. А теперь вернемся к теме, которую мы освещали накануне. Напомню, в среду в конце рабочего дня в доме на Ломоносово 145 произошло ЧП. По сообщению службы 112, там порвался газопровод. Людей экстренно эвакуировали на улицу. Тут же история начала обрастать разными версиями. Но что все-таки случилось, выясняла наша съемочная группа. В тот вечер все внимание было приковано к этой квартире на четвертом этаже. Общаться с журналистами на камеру и пускать к себе в квартиру хозяева наотрез отказались. Но, как нам удалось выяснить, у специалистов управляющей компании в момент ЧП их не было дома. Хлопок, а после возгорания на кухне заметил рабочий, который делал ремонт ванной. Судя по кадрам оперативного видео, очаг оказался в районе газовой плиты, в аккурату подводки с голубым топливом. В первые минуты коммунальщики предположили, что эту самую подводку оторвало. Подводка была выполнена с гибкого шланга металлической оплетки, которые такие гибкие подводки предназначены для водопровода. То есть она не соответствовала нормативам. Сейчас поднимаются документы технического обслуживания данного дома. Сейчас, не уточню, месяц, производились в 2018 году именно техническое обслуживание. По газу? Да, по газу. Соседи о проверках помнят. Подтверждает это и акт, в котором значится, что во всех 80 квартирах специалисты смазали газовые краны. А вот хозяева квартиры, где произошло ЧП, утверждают, что ресурсники на пороге их дома не появлялись. Эту информацию нам сегодня подтвердили и в Березняковском филиале «Газпрома». Что касается возгорания, в «Газпроме» свою причастность к нему отрицают. Комментарии на эту тему давать отказались. Сказали только то, что по их данным в квартире произошло короткое замыкание электропроводки. Так ли это и кто все-таки виновен случившимся, сейчас разбираются в прокуратуре. Анастасия Лакман, Степан Некрасов, Дмитрий Воронушкин и Лев Собуров. Новости Верхниками. Март в этом году балует. Этот месяц стал самым теплым для региона. Днем температура местами поднимается до плюс 7 градусов. А между тем, в первый весенний месяц стартовал прием заявок на озеленение города. Об этом и не только. Смотрите прямо сейчас в нашей рубрике «Новости коротко». Буря вопросов вызвала новость о том, что зарплаты россиянам, возможно, в скором времени обложат еще одним налогом на старость. Российское правительство предложило вычитать 6% зарплаты на формирование индивидуального пенсионного капитала ИПК. Согласно проекту новый налог станет существенной прибавкой к пенсионным выплатам и его можно будет передавать по наследству. Администрация Березняков приглашает учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта, общественной организации, предприятия торговли, управляющей компанией и ТСЖ безвозмездно озеленить город. Благодаря акции «Твое дерево городу» планируется высадить саженцы, березы, рябины, ели и сосны. Заявки на посадки деревьев принимаются до 10 апреля в управлении благоустройства администрации города. Но и зима в этом году отказалась бороться с весной. Погода в Березняках бьет все рекорды. Синоптики впервые за всю историю наблюдений фиксируют небывало теплый март для нашего региона. Несмотря на морозные ночи, днем температура повышается до плюс 7-11, что является рекордными значениями для второй декады марта. Новости коротко подготовила Елена Силакова. В рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом в ближайшее воскресенье 24 марта у ДК Ленина любой желающий сможет пройти обследование на передвижном флюорографе и получить ответ в этот же день. Бесплатно проверить здоровье своих легких можно будет с 10 утра до 3 часов дня возле центрального входа во дворец культуры имени Ленина. При себе желательно иметь документ, удостоверяющий личность. По сравнению с предыдущим годом отмечается рост и среди взрослого населения, и среди детского населения. В общем-то, и надо всегда понимать, что единственной гарантией полного излечения туберкулеза будет своевременное выявление. Именно поэтому проводится вот такая акция для того, чтобы могли жители города на ранних этапах обнаружить вот это коварное достаточное заболевание. Благодаря передвижному флюорографу люди смогут проверить свое здоровье в самых удаленных уголках городского округа. В будущем машина отправится в тур по деревням и селам. К слову, каждый человек должен приходить на флюорографию минимум раз в год. Продолжу выпуск. 11 районов от Черденского до Чусовского, 50 церковных приходов и 5 древних монастырей. Все это духовное богатство находится в видении Соликамской епархии. Кстати, на этой неделе она отмечает свое пятилетие. В Соликамской епархии активно строятся храмы. В Березняках, Никольске и в Чусовом – Покрова Пресвятой Богородицы. В Соликамске храм Рождества Пресвятой Богородицы был освящен в сентябре 2017 года. На территории епархии проживает полмиллиона человек. И это новое поле для миссионерского служения и высокая ответственность правящего архиерея, считает архиепископ Зосима. Божественная энергия, которую ты приносишь с собой, она преображает мир. И люди сразу чувствуют, как только архиерея, если епископ есть, значит как-то мирно, спокойно. Как верующие говорили, когда я был молодым священником, батюшка, вы когда дома, нам так спокойно в городе. Как вы уезжаете в Москву, как-то тревожно становится. Кстати, у Соликамской епархии есть свой сайт и группа во ВКонтакте. Так что о православной жизни своего города и о предстоящих службах всегда можно узнать из интернета. Отец ушел сразу после ее рождения, а мама бросила, когда ей было всего семь. Это одна из сюжетных линий камерного спектакля, который поставили в третьей школе. Причем саму пьесу написала одна из учениц. Проблема отцов и детей глазами подростков в сюжете Елены Силаковой. Еще каких-то 24 часа в вашей компании, и я официальный ребенок. Через 24 часа 18 у главных героев этой пьесы в головах убеждение, что через сутки они повзрослеют. Этот спектакль камерный, ближе к зрителю проще показать, что переживает подросток. В центре сюжета семь молодых людей, у каждого из них своя судьба. Я играю девочку-сироту, которую бросила мама в 7 лет, и от которой ушел папа после моего рождения. Я призываю людей любить своих детей, своих близких, и чтобы они не допускали тех ошибок, от которых я говорю. Я хочу остановиться взрослым. Не хочу понимать, какого это, когда мать же не любит своих родных детей. Спектакль называется «Прекрасное далеко». Герои боятся проснуться спустя 24 часа и осознать. А вдруг этого прекрасного далеко нет, и вы не поверите, но автор пьесы и режиссер спектакля Анастасия Ваганова. Ученица 10 класса однажды летом задумалась, а понимаем ли мы взрослые, что переживают наши подрастающие дети. Каким-то образом в моей голове сформировалось такое утверждение о том, что подростки, коим я сейчас являюсь, они всегда конфликтуют со своими родителями. И не всегда они могут разобраться в причине конфликта. И они не всегда могут разобраться не столько в причине конфликта, а сколько в самом себе. Авторское сочинение дополняет отрывки из уже известных произведений. «Использовался известный монолог Данила Козловского в качестве одного из монологов моих коллег. Использовался отрывок из книги Санаева «Похоронитель меня за плинтусом», тоже известное достаточно произведение. Ну и в качестве музыкального сопровождения используется как оригинал песни «Прекрасная далеко», так и некоторые каверы». Автор спектакля Анастасия Ваганова считает, что каждый взрослеет по-разному. Кто-то после 25, а кто-то и в 12. Сама Настя взрослой себя не считает, ведь впереди у нее 11 классы, экзамены и университет. А поступать она уже решила на режиссерский. Елена Силакова, Лев Соборов, Новости, Верхникамье. На этой неделе мир искусства празднует День кукольника. Кстати, возможно, многие и не знали, но в нашем городе тоже появился кукольный театр. Называется он «Открытая сцена». Продолжит культурную тему Елена Силакова. Сегодня она заглянула в игрушечное закулисье. А мы тебя поймали и грибочки твои заберем. Лови его! Держи его! На миниатюрной сцене спектакль «Верные друзья». В этой сказке серый волк, лиса Патрикеевна и ежик дружат. В этом кукольном мире всегда есть место для добрых и поучительных историй, ведь дети – самые неподкупные зрители. А смотрите, вот этим пальчиком указательным, да, мы продолжаем стек. Вдыхает жизнь в этих симпатичных артистов Наталья Шилова. Стек – это основание, за которое мастер держит куклу. Это искусство требует хорошей моторики рук. Куклу Наталья играет уже 15 лет, если не считать ее детство. Однако работать в кукольном театре – это не в сказку попасть. На изготовление декораций и самих персонажей уходит немало сил. По-разному. По-разному. Потому что, если, предположим, мы делаем из поролона, это быстрее получается. Если мы делаем вот как здесь, вот, да, по пьемыше, которая, то есть, понимаете, да, это слоями наносится, наносится, потом шлифуется. Например, Патрикеевну готовили к сцене практически месяц. Зато теперь она настоящая звезда, участвует во многих спектаклях так же, кстати, как и волк. Всем привет! Меня зовут Серый Волк. Я очень добрый и я очень люблю детей. Такая форма спектакля называется ширмовой. В такой форме спектакля актеры находятся за ширмой, а основные здесь действующие персонажи – это вот такие вот куклы. Недавно Наталья провела эксперимент и поставила панорамный спектакль, когда кукловод тоже играет на сцене. Говорит, это зрелище горожанам пришлось по душе, и наверняка в голове кукловода Натальи родится еще немало идей. Ведь ее любимые артисты и помощники постоянно рядом с ней в сумке. Елена Силакова, Сергей Калейник, новости Верхнекамья. Сегодняшний день на календаре праздников отмечен еще и как День таксиста. Но большинство виновников торжества, как пчелки-труженицы, эту дату встречают на своем рабочем месте, за рулем. Ведь услуги таксистов всегда пользуются популярностью. А куда и как часто на такси ездят наши люди? Далее в нашей программе опрос с Березняковских улиц. Конечно, пока нет своего, приходится пользоваться такси. А куда ездите в остылом? Если летом, в сад. Да, достаточно часто. А куда ездите? Когда закончу все дела, достаточно поздно приходится брать такси. Каждый день. А по каким поводам? На работу. Спасибо скажу им. Ничего не пожелаю, спасибо. Да, часто. В основном езжу на работу, по делам, с ребенком. А у них сегодня профессиональный праздник, что вы пожелаете, может быть? Я бы пожелала, чтобы они лучше следили за своими автомобилями. Да. Да. А куда ездите? Я? На учебу вот ездила. По городу в основном. Угу. А скажите, пожалуйста, у них сегодня профессиональный день, что им пожелаете? Ой, хороших клиентов, наверное. Все. Здоровья. И терпения еще. Хорошая новость для гурманов. В наш город вновь приезжает уже полюбившаяся березняковцем рыбная лавка камчатских деликатесов. Наисвежайшую партию легендарной камчатской рыбы скоро вновь привезут в наш город. Чавыча, белорыбеца, нерка, кижуч, горбуша, палтус, корешка, кумжа, красная икра. Рыбка слабосоленая, холодного и горячего копчения. Ассортимент огромный. Коптят камчатские деликатесы на натуральных опилках вишни, яблони и ольхи. Исключительно в кирпичных печах по старинным рецептам. Благодаря этой технологии получается такой аппетитный цвет и тонкий аромат. Для тех, кто любит готовить, в наличии свежемороженая рыбка в вакуумной упаковке. Проверенный поставщик камчатских деликатесов будет снабжать нас здоровьем в ДК имени Ленина с 27 по 31 марта. В день авиации и космонавтики 12 апреля наш город ждет вечер улетного юмора. О крайней мере так утверждают резиденты Камеди Пермь. Они дадут в Березняках большой концерт и сейчас к нему активно готовятся. Юмористы уже изучили, что происходило в нашем городе за последнюю неделю и готовы пересказать вам это в своей манере. Итак, сейчас вы увидите главные новости Березняков по версии Камеди Пермь. Всем хорошего дня! И сегодня мы представляем новую рубрику на канале ТНТ Березняки, которая будет выходить по пятницам. Итоги недели с юмором от Камеди Пермь. И проведу ее я, Дмитрий Красильников. И сразу первая новость. 13 марта нетрезвый водитель из Перми с коллегами совершил ДТП на перекрестке улиц Юбилейная и Льва Толстого. Как заявил сам нарушитель, он просто хотел обратить внимание жителей Березняков, что у Льва Толстого в прошлом году был юбилей. 190 лет как-никак. И сразу следующая новость. 15 марта все жители Березняков слышали какой-то сильный хлопок. У всех машин сработала сигнализация, задрожали стены домов. Не заметили это только продавцы хлопушек, шампанского и владельцы запорожца. Было много версий, что это за хлопок. Но, как оказалось, это военный миг, пролетая над Абрамова, просто перешел на сверхзвуковую скорость. Но, как мы знаем, что все водители, которые проезжают через Абрамова, автоматически прибавляют скорость. А вот криминальная новость. Полиция Березняков разыскивает мужчину, который украл у женщины карту бесконтактной оплаты. И сразу же пошел по продуктовым магазинам. Кстати, пропажу обнаружил муж женщины, к телефону которого была привязана карта. И таких покупок от жены он явно не ожидал. И полиция сообщает, что вор уже пойман, так как заказал доставку еды на дом по этой карте. Сразу продолжение криминальных новостей. 16 марта на входе в один торговый центр двое нетрезвых парней целый час издевались над хрупкой девушкой в костюме ростовой куклы. Мы, конечно же, осуждаем хулиганов. Но они уже получили по заслугам. Так как на следующий день снова пришли поиздеваться над этой девушкой. Но в костюме ростовой куклы был уже КМС по самбо. И пришлось вызывать не полицию, а скорую помощь. Продолжим. В этот же день в одном из ресторанов города пенсионерка после презентации купила себе вибромассажную насадку на кресло за 160 тысяч рублей. Ну, после этого так и хочется сказать. А потом села в свой новый бент и уехала в особняк проверять курс акций. Но не так все просто. На самом деле хитрые продавцы оформили кредит на пенсионерку на эту сумму. Так что, граждане, будьте бдительны, не попадайтесь на уловки мошенников. А поможет вам этом цирковный браслет целителя Светозара за 27 тысяч рублей. Мгновенная доставка почты России. Берегите себя. Ну, а кто хочет, заходите в группу ТНТ Березняки ВКонтакте, участвуйте в конкурсе и можете выиграть два пригласительных билета на юбилейный концерт. Камеди-перь, искрометный миниатюру, смешные песни. О, говори уже. Ну, тогда до встречи, Березняки! Делайте новости вместе с нами. Снимайте эксклюзивное видео городских происшествий или интересных событий. Присылайте нам и становитесь мобильным репортером программы «Новости Верхниками». Мы ждем ваших сообщений на электронную почту tnt.news.ru или по телефону 43 17 11 26 28 17. Автор лучшего ролика недели получит в подарок сертификат на ужин в ресторане номиналом 1000 рублей. Вы смотрели главные новости Верхниками. Мы выходим каждый день в 19.00 в кабельной сети Ростелеком на канале ТНТ. И в интерактивном телевидении Ростелеком на канале ТНТ-4. Смотрите нас и на Верхниками ТВ. С вами была Анастасия Лакман. Всего доброго и хороших вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова